Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я снимаю видео вопрос-ответ, который вы очень любите и постоянно задаете мне множество вопросов, на которые я сейчас хочу ответить. Это видео в 2019 году первое, поэтому... Кстати, хочу вас поздравить всех с наступившим 2019 годом, чтобы у вас все мечты сбывались, чтобы вы добивались всех своих целей и чтобы у вас в жизни все было хорошо. Еще раз хочу напомнить, что все вопросы вы можете задавать по ссылке в описании. Первый вопрос от Ксении Конни. Как продвигается заездка Мики? Еще не падала с нее? Передай, пожалуйста, привет. Привет, Ксюша. Заездка Мики протекает хорошо, проходит хорошо, потому что даже мы уже приняли участие в соревнованиях 30 декабря, там была как бы езда по схеме, и там небольшие крестики, вот как бы. Мы уже начинаем делать подъем в голову, чуть-чуть подпрыгивать и все такое, вот. Да, я с нее упала первый раз, как на нее села уже, ну, целиком, потому что она побежала и столкнула мою маму. Ну, и просто побежала, ее отпустили, она поскакала, и я упала с нее. Потом я долго не могла сесть, но сейчас все нормально, мы ездим, все отлично, все хорошо. Спасибо, что интересуетесь. Следующий вопрос от Маргариты Матюхиной. В каком видеоредакторе монтируешь видео? Я монтирую видео в Sony Vegas Pro 12 уже очень давно, мне очень устраивает эта программа, я могу делать там все, что мне нравится. Ну, может, здесь какая-нибудь программа и покруче, чем в Sony Vegas, но меня устраивает отлично, очень удобно, все легко, понятно, легко, доступно, несложно совершенно. Так что, кому интересно, можете ее скачивать. Следующий вопрос от Олеси Игнатовской. Ксюша давно хотела узнать, чем кормишь своих лошадок? Совсем недавно я нашла для себя такие корма, кубанские, анилин, то есть это реально для меня было открытие, потому что когда-то давно мы кормили ими, но вот внезапно я опять их нашла, и я выбрала для своего коня эластика мюсли классика бронха, потому что они способствуют отхаркивающему эффекту для лошадей с проблемами органов дыхания. У него таких проблем нет, но иногда у него застаивается то ли мокрота, то ли что-то в легких, или где-то там, и он начинает кашлять, то есть когда он долго не гуляет, когда он долго не работает, а это проблема московских конюшен, то что там лошадь не может долго гулять, уж негде и некогда, и некому выпустить. Ну, то есть я прихожу, выпускаю, он как бы идет гулять, но это все равно мало, это очень мало по сравнению с тем, сколько он гуляет у нас. Вот, и ему эти мюсли реально помогают, то есть он перестал кашлять, это просто чудо какое-то. Также у них есть люцерна, которую я добавляю, даю своим лошадям в качестве дополнительного питания. Она способствует росту мышечной массы, для хобо это очень важно, потому что она достаточно щуплая лошадка, и у нее нет вообще ничего, ни жира. Сейчас хоть хотя бы мышцы появились, а до этого она была просто вот как забор. Так, также у них большой ассортимент мюслей просто для жеребят, для ветеранов, для спортивных лошадей, для лошадей, переболевших ламинитом. Так что я оставлю ссылку на их сайт в описании. Ну, переходите, смотрите там, заказывайте обязательно. Это очень крутые корма, достаточно бюджетные, и у них еще скоро будут подкормки. У них сейчас уже есть успокаивающий сбор и сбор отхаркивающий травяной. Вот, и всякие различные масла, лакомства, цукаты, это просто штуки. Так что я рекомендую реально этот эти кормат, просто лучшие. Следующий вопрос от Вики Яшиной. Какой у тебя разряд в конкуре? Расскажи о разрядах поподробнее, а то я путаюсь в них. У меня второй разряд, потому что у меня сняли первый, из-за того, что долго не подтверждал. Но вообще, я считаю, что я намного выше уровень сейчас стала ездить, лучше гораздо, чем когда сдала на первый. Так что мы, наверное, скоро уберем эту досадную, не ошибку, а как это назвать-то, упущение это досадное. Уберем, и у меня снова будет первый разряд, потом дальше там кандидат мастера спорта, что-нибудь такое. Ой, мечты-мечты. Разряды в конкуре, там есть 70 сантиметров, это третий юношеский, 80 сантиметров, второй юношеский, 90 сантиметров, первый юношеский, 100 третий, 110 чисто, 120 на повале или, ну, на четырех штрафных, это второй, 130 это первый, а 140 кандидат мастера спорта, 150 мастер спорта. Следующий вопрос от Елизаветы Стехиной. Привет! А в каком КСК вы стоите на видео «Два типа конников»? На видео существует только два типа конников, я стояла в КСК от Рада и снимала это видео вместе с Наташей Котлеровой. Ее инстаграм находится в описании, также вот подсказочка для просмотра видео, тут только два типа конников. Вот, и я хочу снять также продолжение, то есть вторую часть этого видео, и если вы хотите, то пишите об этом в комментариях. Возможно, я даже улучшу, скорее всего, я улучшу, потому что это видео было как бы первый блин. Я не могу сказать, что оно получилось уж совсем комом, но там был такой косяк, что я, скорее всего, забыла выставить звук при обработке видео, и получилось немножко тихо. Но так как там слов почти нет, я думаю, что ничего страшного. Но в следующий раз такого упущения не будет, конечно же. Следующий вопрос от Вики Яшиной снова. Почему ты такая классная? Я? Ой, ой, застесняли, засмущали, спасибо. Не знаю, наверное, потому что все это мои чувства, чувства, одновременно радостно. И почему-то грустно, грустно. Не знаю. Это был последний вопрос. Повторюсь, что вы можете задавать еще вопросы по ссылке в описании. Там есть ссылка на мою группу и на мои обсуждения. С вами была я, Ксения Кузнецова. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok